привет зритель точнее я подумала ну что товарищи меня тут терзала проблема одна вообще я как бы вырубалась а вчера весь день почти дрыхло ну так в перерывах между тем как дядечка пришел проверил у меня выхлопную трубу забыла какую вентиляцию короче выяснилось вентиляция не фурычит не фурычит оказывается не только у меня еще у кого-то в этом доме и вроде как даже в районе и мне через две недели обещали прийти открутить понять в чем причина и свалить и сделать вот что ты делаешь ковка вообще хреневшая не надо это грызть но я короче тут страдала я в 11 что-то вырубалась но у меня был непройденный урок японского я его прошла поняла что я проснулась думаю надо помыть посуду только помыла посуду малость а это сволочь кусачая у меня уже четвертую губку хорошую с кому не сделала порвала и может быть можно было бы это срезать и две трети губки еще юзать но я в итоге выкинула короче говоря ну смотрите ну не это вот что вообще это такое ее даже не смущаю что хозяин стоит или на камеру снимает все что хозяин рядом я страдал я значит помыл посуду потом поняла что я как бы спать не хочу я уже как бы час ночи увидела приятеля онлайн то ли в телеге то ли в контакте пошла за кабачком достала яблоки с балкона две коробки частей на этом самом на кухне зритель покажу ну разобрала короче яблоки то все и поняла что вроде хочу спать ну и это пришла прилегла ноги ледяные вытянула их под эту дуринду она там как бы спит думаю ну сейчас она типа мне ноги погреть хрен ли она проснулась а стала буянить и то одно хочется то другое потом я думала что может она жрать хочет пожрать ей дала она пожрала снова буянить ну а я решила полазить и посмотреть тумбочку полочку еще какую-то хренатень потом ну вместо вот этой штуки сейчас туда перейдем ну и в общем в телегу написала а как бы три или четыре ну ночь как бы с родной то не посоветуешься уж не совсем такая извергата чтобы я не показываю там кровать немножко засветила слева у меня сушилка ну я короче говоря одно искала другое уже остановилась на двух штуках на выбор то или другое но меня то одно то другое немножко не устраивал одном только 30 сантиметров но как бы не разгуляешься у меня как раз эта полочка под эти две штуки глубиной 30 сантиметров ну мало ли там поставишь как бы впритык вообще и она широкая но если тебе интересно в телегу зайди там ссылка есть на вайберис 1200 шире это хренатень была или 1300 металлическая все ништяк а другая в общем как бы обувница но на вайберис в отзывах она значит предназначена ну люди юзерею под микроволновку еще более тяжелую чем моя на зон тоже кстати и она значит типа я кверх ногами переставила потому что снизу она ее очень сильно распушила там уже липучка отваливается завтра бабло в смысле сегодня уже короче когда мне сегодня пенсию при или чистят я закажу и вот такую же новую штучку ну и в общем это типа почитала отзывы поняла что если заказывать то лучше на зон потом почему на зон на зон на пару сотен дорожен остановка то зон ближе чем от вайберис от вайберис еще там перед минут так не знаю я же на велике все время ездила я пешком то давно не ходила так что мне хочется сказать минут 15 но не знаю на сколько там может минут 10 минут 70 она тяжелая туда минут 15 пропилить она где-то около 10 килограмм это хренатень весит на велике то уже не поездишь позавчера отъездила свою по льду простудилась выдры больше уже в этом в этом году в сезоне не поедешь ну суть такая что я вроде уже решилась думаю все ее куплю посоветуюсь правда с родной то все она выдерживает максимум 15 килограмм а потом я подумала у меня же есть эта фигня вот эта вот фигня полочка которую я уже забиралась как бы вынести она тяжеленькая неудобненько до сарайки в которой велик зимой на зимует так он рядом с ней зимует ну тусит он он обычно рядом с ней а зимой тут ней тащите тот еще гемор одной я подумала чтобы ее не поставить ну что в принципе нужно нужно было именно вот такая металлическая деревянная хренатень я сначала параллельно стене вот этой поставила а стол поставила так как он до этого был но поняла что что-то не кайфово потом значит поставила как стоит но микроволновка более низко я подумала что ее можно поменять местами тому же дырочки у этой духовки начинаются как раз после того как заканчивается досочка задняя ну в общем все вроде как в идеале у меня на пирожок стоит моя тетя вчера была да мне это еще сегодня потому что так и не уlikу ну вот до сих пор хотя уже 7 утра да и формы короче нравятся вот такие силиконовые там ничего не прилипают не прилипает же чего даже так пирожок тот уже но он не очень похоже на пирожок я забыла что его ложкой поковырял она мне это такой жулик сила казашки между их у украшаем там мы не этот пирожок силиконовой форме я даже подключила, в общем, попробовала, как оно бы выглядело. И вот оно у меня. Лапа дрожит, правда. Газец, правда, теперь хрен на это куда положить, потому что как бы на печку газеты не положишь. Но вот ящичек стало удобнее открывать, чем на столике, и он не шатается. Я что хотела сменить-то? Он у меня шатался. Он как бы открываешь микроволновку или духовку, и оно слегка шатается. Эта дуринда прыгает, а ей же везде хочется залезть, и оно слегка шатается. Итого, гляди, если она прыгнет посильнее, оно все кирдыкнется. Мне сначала вроде пообещали булочную тумбочку, неизвестно когда, неизвестно какую. А потом, ну, я думала, что мне опять придется тратиться. А потом я вот внезапно нашла решение. Зреть, это вообще крутое решение, да? А столик убрала пока туда, где он раньше стоял, и где-то его уже увидел в начале этого ролика. Это он, мышку. А, это, вот что. То, что было под столиком, картонка. Она ее захапала себе, она любит картонки драть. Тут мышка, значит. Я как-то тут подметала, думаю, что за пылища такая, это мышка. Там тоже картонка. Да, картонка. Думаю, может, она еще что-нибудь убрала. А, нет. Да, это картонка. Просто у меня есть магнитик, который в свое время все кому не лень, кому не издили случайно. Но он как-то ко всем лип. Думаю, может, она его зацапала. Потому что она какой-то магнитик у меня содрала все-таки. Да, я тут это, повесила магнитики. Потому что мне надо в той полке разобраться и вообще, ну, по бокам они, по большей части. Забыла, что у меня с этого угла камера. Хотела взять. Здесь теперь пять магнитиков. Два с Карелии, один с Эстонией, один тетя привезла с какой-то там допотопной своей поездки. И один подписчица, по-моему, в Украину присылала. А здесь вообще баррикады этих магнитиков. О, грудь. Что-то он как-то криво висит. Ну, у меня еще есть китвардовские магнитики. Сначала было прикольно, когда их было мало. И как бы это, ну, так, прикольно. Ой, есть магнитик. А потом их что-то до хрена стало, этих магнитиков. Я, короче, их не стала вешать. И у меня там лежат. Они меньше места занимают, чем вот эти все вместе взятые. Ну, и у нас сейчас 7,50. Вон там вон фигня у меня. Седочка. Она сама по себе черная. Дядечка сегодня сказал, ой, она там такая черная. Думаю, блин, она изначально черная была. Да, вот немножко посуды. Кто не приготавливает себе есть, у того посуды и нет. Вот тут, кстати, компотик я такой вкусный варила. Кошка дерет, ну, в смысле, говорит нам, что она сходила в туалет. Я его вчера пила, я по большей части что-то пила компотик, если не спала. Не ела, а пила по большей части. А, да, вот яблоки. Яблоки, которые я достала. Я несколько, два яблока было, маленьких и совсем сдохших. Это из двух этих коробочек. Яблока четыре, они изначально были такие больные. Это с какой-то молодой яблони. И вот это нарос вот такой маленький. А так вот где-то на две трети яблока, на одну треть, на половинку. И я эти слегка высохшие больные яблочки срезала и хомячила. Из совсем таких простуженных яблок, вот это есть, по-моему, это с моей яблони. С этой вот. А это с Победы. Тут вот кусочек такой надо будет срезать. И вот еще кусочек. И еще одно яблочко с Победы полуплюснутое такое было. Оно немножко попорченное сверху было, но я срезала и тоже его хомячила как раз в момент, когда сон внезапно пропал и обратный пока не шел. Я вчера хотела записать этот обзор Беломиксен. Но как-то у меня не случилось. Я надеюсь, что я сегодня все-таки успею, смогу поспать. Буду чувствовать себя вменяемо, не буду чихать каждые две минуты. И запишу обзор Беломикса, как я делаю пасту семечковую, кунжутно-семечковую. О! Нет, тут еще как бы слегка темно. Ну что, зритель, я тебе в основе это хотела похвастать вот этой штукой, тем, как я нашла способ не тратить деньги и ровненько все это установить. Но оно, правда, низенько так смотрится, но вот, мне кажется, печка низенько стоит нормально, а вот, ну, то, что микроволновка повыше стала, ну, удобненько, а то, что печка понизенько стала, тоже вполне нормально. Короче, вот, пока тебе, зритель.